Решение о займе в размере 80 миллионов евро для авиакомпании AirBaltic нужно принимать отдельно от бюджета следующего года. В противном случае такой бюджет просто никто не поддержит. Об этом премьеру Лаймдоти с Трауями сегодня заявили в Союзе зеленых и крестьян. В то же время всеми пока вообще нет согласия по вопросу выделения авиакомпании денег. Президент AirBaltic Мартин Гаусс уже назвал это беспрецедентным политическим бардаком. Подробности знает Сергей Герасимов. Выделение 80 миллионов евро авиакомпании AirBaltic вопрос спорный. Скорее всего проголосовать за не поднимется рука ни у одного депутата от Союза зеленых и крестьян. После сегодняшней встречи с премьером Лаймдотой с Трауями глава фракции СЗК Аугуст Бригманис призвал единство искать другие решения. Как привлечь капитал в AirBaltic? Сокровать ее нужно под государством. Раз. Второе. Без дотации там не обойдется. Два. Самолеты новые покупать нужно. Я думаю, что все-таки время еще есть. Все-таки пересмотреть. Это то ли самое лучшее сейчас принято решение насчет инвесторов и так далее. То есть искать еще одного инвестора, другого? Ну, пусть мы им не подсказываем. Там целая отрасль, которая этим вопросом занимается. По словам Бригманиса, что делать с компанией, пока не решили и в самом единстве. Премьер после встречи с зелеными была скупа на комментарии. Выделение займа для AirBaltic не связано с бюджетом на следующий год. Поэтому в Союзе зеленых и крестьян предложили не включать этот вопрос в проект бюджета. Вне зависимости от того, поддержат они помощь AirBaltic или нет. Решение о привлечении инвестора в авиакомпанию правительство уже приняло. И, посчитав свое же решение неудачным, в отставку отправила главу Минсообщения Андрейса Маттиса. Теперь вслед за инвестором вложиться в предприятие придется и государству. Об этом в Сейме еще пройдут дискуссии. Тем временем президент AirBaltic Мартин Гаусс сегодня подытожил события последней недели. В стране политический бардак. На прошлой неделе правительство обеспечило авиакомпанию долгосрочным будущим. Но шесть дней спустя мы получаем полный политический бардак. Очень жаль, что в то время, как международное общество поздравляет меня с успешными инвестициями по возвращению в Латвию, я сталкиваюсь с таким. Слухи, разглашение секретной информации, дезинформация и лучше не становится. Такой политической борьбы вокруг авиакомпании я не видел нигде в мире. Лаймдута Стравьема сегодня также заявила, что если политической поддержки выделению 80 миллионов авиакомпании получить не удастся, на следующей неделе придется искать другое решение.